Раз морозную зимой, ёлочки-голочки, снеговик и все-все-все – это не название мультфильмов, а игровые программы, которые состоялись на территории города в дни длинных зимних каникул. В парке отдыха Расторгуевском, Тимоховском парках, а также в скверах новостроек на улице Фокина, Березово и в микрорайоне Купеленка народные гуляния организовали работники культуры. Основной задачей было создать новогоднее настроение, а из обычной прогулки с детьми сделать праздник. Во все эти праздники наши сотрудники работали практически без выходных. Начиная с 26 декабря, наши девочки из методического отдела, которых вы видите на площадке, они проводили игровые программы для детишек. Всего в парках и на площадках Видного прошло два десятка мероприятий, в каждом из которых было задействовано до семи человек. Это актёры, администраторы, звукорежиссёры. Девочки пишут сценарии, продумывают, какие игры, какие конкурсы будут проводить вместе с детишками. Одновременно собирается трек музыкальный, чтобы было веселее. И продумываются костюмы, персонажи. Для кого работа праздник? Об этом расскажет наш гость, руководитель студии эстрадного вокала, ведущий методист районного центра культуры и досуга города Видное Вера Липская. Вера, скажите, вам-то работникам культуры удалось отдохнуть? Здравствуйте. Нам, работникам культуры, конечно, не впервой проводить для людей праздник. Мы очень старались отдохнуть. Но самое главное, это нужно было подарить людям праздник, подарить детям праздник, потому что Новый год – это не только семейный, но и детский праздник. Поэтому мы старались всей душой. Мы только что увидели, что было в парках и дворах города Видное. А что было на закрытых площадках в Доме культуры и во Дворце спорта? Да, действительно, на закрытых площадках тоже проходили мероприятия. Это были и детские мероприятия, детские игровые программы. И для социальной категории граждан, для социально незащищенной категории граждан во Дворце спорта проходило неоднократно представление для детей. Это интерактивная программа и спектакль. Детям очень понравилось, все остались безумно довольны, получили все подарки, никто не остался обиженным. Мы знаем, что впереди планируется реконструкция Дома культуры. А как дальше будут проходить и где мероприятия? Да, действительно, реконструкция грядет. И мы сейчас всеми силами стараемся сохранить все мероприятия, которые уже годами наработаны в нашем Доме культуры. Скорее всего, это будет уже на новом месте, но обязательно об этом будут объявления, какие-то анонсы. И, конечно, следите за нашей рекламой и на сайте Дома культуры. Обязательно будем говорить. А я напоминаю, у нас в гостях была руководитель студии эстрадного вокала, ведущий методист районного центра культуры и досуга города Видное Вера Липская.